ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Ну, страх – это, в общем-то, нормальная функция мозга, и в том числе, если мы говорим о животном мире, это вообще инстинкт самосохранения, по большому счёту, то есть страх, он формируется из предыдущего негативного опыта того или иного организма. Единственное, что понятно, у человека страх на текущий момент – это не оборонительная реакция, как таковая, а это защитная действительно реакция, это нельзя назвать именно ловушкой мозга. Если говорить про выступление, то это вопрос опыта, по большому счёту, вопрос опыта работы с аудиторией, работы в том числе и в рамках средств массовой информации. Поэтому я бы не стал называть именно ловушкой мозга. Я имею в виду, да, что мозг боится нового. Да, да, это в некотором смысле он не то, что боится, это просто именно первый контакт с чем-то новым, когда возникает, и вот эта вот первая реакция мозга, да, она может быть в форме тревоги, может быть в форме страха, но, в принципе, это всё преодолимо. А почему мозг не испытывает радость при новой задаче? Почему? Он испытывает радость, просто что одновременно имеется и эмоция встречи в рамках страха, и эмоция радости. Естественно, что всегда новое – это что-то, представляющее радость, по большому счёту. Да, оно может быть и не радостное новое, так скажем. Но люди чаще как-то движимы страхом, да, принимают решения, там, отказываются. Вот именно, да, вы правильно говорите, вот когда ведущая эмоция в принятии решений страха, она, как правило, блокирует те, может быть, положительные какие-то результаты встречи вот этим с новым. То есть то, что может дать новое, то, с чем сталкивается человек, там, неважно, это касательно беседы в рамках встречи на радио, или это в рамках каких-то жизненных ситуаций. То есть всё-таки, как правило, страх, если он не преодолевается, он чаще именно оказывает такую негативную, блокирующую функцию на некотором смысле даже, может быть, развитие. Развитие человека вообще и развитие мозга в частности. А как вообще мозг правит человеком? Я знаю, что он вырабатывает определённый гормональный состав, да, и с помощью вот этих гормонов происходит та или иная реакция. Расскажите, здесь очень интересно, как это происходит. Ну, не вдаваясь в тонкости, не вдаваясь в деталей, естественно, что наш организм организует деятельность, естественно, головной мозга. Это центральная нервная система, головной мозг, и организует каким образом? За счёт как раз воздействия различных гормонов. Есть бодоспецифические гормоны, есть, то есть, которые направлены на определённые функции, на определённые органы. Ну, допустим, мозг вырабатывает териотропный гормон, который влияет на щитовидную железь. Есть гормоны более широкого аспектра действия, в некотором смысле универсальные, ну, общеизвестные, там, адренадин, серотонин и тому подобное, вот если говорить немножко упрощённо. Но, опять же, это реакция мозга на те изменения внутренней среды, которые к нему поступают, опять же, по чувствительным путям. Ну, то есть, опять же, реакция на внешнюю среду и происходит... Ну, естественно, это ответ на что-то. То есть, мозг не может сам по себе вдруг принять какое-то решение, изменить гормональный состав, выработку тех из гормонов иных или нет. Это могут быть более очевидные ситуации. Допустим, циркадные ритмы, то есть ритмы в течение дня-ночи, вот такое наиболее очевидное, наверное, если брать таких постоянных повторяющихся ритмов. Ну, возможно, тоже, в общем-то, на сегодняшний день достаточно широко говорится мелатонин, гормон мелатонин, назовём его так, хотя, ну, будет очень нейротрансфитер, может быть, ну, в принципе, это гормон, гормон мелатонин, гормон сам по себе. То есть, опять же, здесь выработка гормона, она соответствует ночному периоду времени. Снижение выработки – это день. Но, опять же, информация, каким образом идёт, от клеток сетчатки, от глаза. То есть, по зрительным каналам. Да, она поступает, ну, упрощённо, конечно говоря, поступает к глубь мозга, поступает к шишковидному телу, так называемый, пифис, может быть, тоже, так скажем, известный, поскольку, ну, кто более-менее интересуется, так скажем, работой своей нервной системы, своего головного мозга, в общем-то, я думаю, сталкивается с этим названием. То есть, здесь, опять же, вот имеется то, что мы видим, осязаем появление светого времени суток, изменяется, соответственно, синтез данных гормонов. Наступает ночь, опять же, тогда, соответственно, происходит выработка. Хотя, опять же, с другой стороны, здесь обсуждается вопрос, что первичный. Да, вот в связи с этим вопрос всё-таки, да, я знаю, что стресс, он влияет тоже на работу мозга. Так вот, стресс – это же всё-таки наша реакция на те или иные обстоятельства, да, и, ну, это тоже такой момент, то есть мы можем по-разному отреагировать на ту или иную ситуацию, вот, но мы вгоняем себя в стресс, и как это влияет на мозг, что делает мозг? Вы очень правильно сказали вот эту фразу, мы вгоняем себя в стресс. На самом деле, опять же, стресс, ну, само по себе, это относительно, можно сказать, молодое понятие, и как, в общем-то, сами по себе, современное понимание нейронаук, это не больше, там, с небольшим 100 лет, чуть больше 100 лет, современное развитие нейронаук, нейробиологии, нейрофизиологии, там, составляющий. Ну, так вот, то есть впервые вот это вот само по себе понятие, оно было описано в 30-х годах, и первый, ну, как считается автор этого в том числе термина, СНЕ, воспринимал это как только негативная реакция. Но это вот именно негативное, негативное понятие стресса, вот именно то очень хорошее слово, которое вы сказали, когда человек гоняет в себя в стресс. Потому что, в принципе, выделяется, и, опять же, тем же СНЕ, в свое время было выделено понятие не просто стресса, а он разделил понятие на L-стресс и дистресс. То есть L-стресс, это, так скажем, опять же, в некотором смысле положительное для организма, это адаптивная реакция к тому, что происходит вокруг. Вот, но если организм концентрируется вот на этих переживаниях, которые, может быть, уже прошли, там, неважно какие, да, это приходит, как правило, к сожалению, вот такое понятие дистресса, как раз негативного стресса, который влияет на деятельность организма целом и отдельных органов, систем. То есть понятно, что, опять же, как мы только что говорили, мозг, естественно, он организует функцию всего организма. А что он делает? Он же как биокомпьютер, я мозг называю не иначе, как так, да? Ну, мозг намного сложнее, чем компьютер. Согласна, биокомпьютер, да, ну, это для меня такое понимание. Ну, да, можно и так сказать, но если понимать реально, конечно, ни один компьютер на сегодняшний день не может сравниться с головным мозгом. Это безусловно, это безусловно. Я это говорю к тому, что он нами управляет, да, и иногда мы даже не понимаем, что это решение не мы принимаем. Да, ещё говорят, что силы воли уже как бы нет, да, что мозг всё... Ну, это мы с вами, может быть, в других программах поговорим. Так вот, всё-таки, как мозг ведёт себя под воздействием стресса, если это какой-то негативный фактор, да, и вредно ли это для мозга, вот что я хочу спросить. Ещё раз, если вот говорить о такой вот положительной, да, это как бы кратковременная, по сути, реакция, опять же, принятие решений и переход уже к новым событиям, к новым переживаниям, к новым действиям. А если идёт вот именно замыкание вот на этой ситуации, да, это переходит в состояние и постоянных, и тревоги, и перенапряжение деятельности внутренних органов, что, естественно, не может позитивно сказаться на здоровье организма, это безусловно, безусловно, и, естественно, что, опять же, вот эти все команды, да, неосознанно, но это задаётся за счёт того, что мы не осознаём работу головного мозга. Он меняет гормональный состав в эти моменты? Да, естественно, что идёт изменение гормонального состава, и, в общем-то, вот эти вот нейроэндокринные взаимодействия, они были описаны ещё раз давно, это, в общем-то, сто лет назад, можно сказать, сто с небольшим лет назад, там понятно уточнялись, как это взаимодействует, гормоны, рецепторы и тому подобное, это уже детально, но, по сути, вот эти вот самопонимания нейроэндокринных взаимодействий, в том числе и в рамках стресса, и в рамках обычной деятельности мозга, регуляции деятельности повседневной нашей жизни, в общем-то, это достаточно давно, это очевидно, да, вот на сегодняшний день обсуждается в отношении понятия нейроиммунных взаимодействий, то есть, как, опять же, нервная система взаимодействия с системой иммунитета, это, в общем-то, опять же, тоже, в общем-то, это есть, но вот именно детальные механизмы, да, на сегодняшний день они также находятся в процессе разработки. То есть они не изучены ещё, да, так точно? Нет, нельзя сказать, что они не изучены. Ещё раз, я ещё раз говорю, что вот эти вот базовые понятия, они известны давно, но вот именно конкретно механизм, вот эта вот цепочка логическая, 1, 2, 3, 4, 5, вот это вот, да, это предмет изучения на сегодняшний день, но то, что это есть, это несомненно. Хотела бы перейти, не знаю, развенчать или подтвердить миф о том, что когда-то считалось, да, в научно-популярной литературе, что мозг задействован там на 5-7 процентов, что происходит с остальными, да, 95 процентами, и так ли это? Ну вот это, да, момент в отношении того, что там 5 процентов, есть вариации там 10-20 процентов. На самом деле это не то, что давным-давно, это и до настоящего времени, в общем-то, и в том числе ведущие, авторы, так скажем, иногда высказывают вот эту фразу. Но да, её нужно правильно понимать. Дело не в том, что мы используем на 5, на 10, на 20 процентов наш мозг, нашу нервную систему. Вопрос в том, что мы до конца не знаем, к сожалению, вот этих вот отдельных нюансов взаимодействия. Да, мы имеем там, к примеру, представление о процессах памяти. Общее представление имеется. Но конкретные носители памяти, кратковременные, долговременные, как она организуется, опять же, да, известны там, предположительно, те структуры, которые ответственны, ну, к примеру, за память, если мы говорим. Но, опять же, это в процессе насыщего времени изучения. Ещё раз повторяю, что сама по себе неврология, нейрохирургия, как отрасль медицины, это достаточно молодые отрасли. Это конец 19 века, начало 20 века, когда вот, ну, так скажем, соответствующие нашим, более-менее, современным представлениям, технологии разработки нейрофизиологических исследований, проведения их, интерпретации их результатов. То есть, потому что, по большому счёту, видите, мозг всё-таки сам по себе, вот если говорить в эволюционном плане, то есть он анатомически существенно не изменился за десятки тысяч лет. То есть он как бы явно не эволюционирует, да? Да, да, то есть структурно, ну, там, понятно, какие-то отдельные нюансы. Понятно, что, несмотря на то, что, как считается, опять же, что биологическая эволюция человека, она остановилась там 30-40-50 тысяч лет назад, с поведением человека современного, вот, но понятно, что там какие-то отдельные сдвиги, они идут, но они минимальны, вот. Но в целом, если говорить, структурно мозг современного человека, он несущественно отличается от человека там давних времён, по-другому счёту. И то есть вопрос в том, что чем наполняется этот мозг? А как вы считаете, с чем связано то, что это сейчас очень пристально изучается, и появляются разные смежные дисциплины, такие как вычислительная нейробиология, нейрогенетика, нейроэкономика, квантовая биология и так далее. Список очень большой во всём мире, это по-разному называется. Вот, но сегодня очень пристальное внимание учёных к этому приковано. Как думаете, почему? Что пытаются учёные узнать? Ну, потому что это новое направление. Ещё раз, вот мы вот только что с вами, да, вот это обсуждаем, то что, ещё раз, это не то, что там остальные 80-90% мозга, они не активны, они активны, они активны, но вопрос в том, какую они конкретно выполняют функцию, вот эти 80, условно говоря, процентов нейрона. То есть, ещё раз, вот эти образования, где вот эти, так скажем, исследуемые нейроны находятся, они известны, они в целом, понятно, там, опять же, в общем-то, классические, можно сказать, исследования, что гиппокамт там отвечает за процессы памяти, это, в общем-то, не есть что-то, это давным-давно известно. Может быть, человечество ищет источник сверхспособностей, там, где это не изучено? Ну, смотря, что понимать под сверхспособностями. То есть, опять же, если мы говорим, вот, ну, опять же, такое немножко обывательское, неругательное слово, представление в отношении, там, памяти, да, там, феноменальная память и тому подобное, но, как правило, люди с такой вот памятью во многих случаях, они просто не могут воспользоваться массивом вот той информации, которую она запомнит. То есть, это усиление механического компонента памяти, это возможность, там, воспроизведения больших текстов, там, больших произведений, но без возможности полноценного осмысления этой информации во многих случаях. Поэтому сама по себе, вот, даже, вот, если говорить о такой отдельном, ну, назвать там сверхспособность, вот, например, опять же, процессов памяти, то есть, это ещё не значит, что это даёт какие-то, ну, так скажем, преимущества. Преимущества, да, согласна, смотря, как этим пользоваться. Да, да, то есть, этими сверхспособностями нужно ещё иметь возможность использовать их. Хотела вот спросить, как улучшать работу мозга обычным здоровым людям среднего возраста? То есть, есть ли смысл, там, учить стихи, как-то, не знаю, развивать ту же память или что? Какие упражнения полезны для мозга, для его нормального функционирования как можно дольше? Ну, само по себе понятие среднего возраста, оно тоже, так скажем, растяженно. Ну, я условно, да, то есть, для обычных людей. Да, то есть, ну, среднего, так скажем, работоспособного периода трудоспособности возраста. Вот, может, даже так вот сформулируем. По большому счёту, что необходимо? Это вот, в общем-то, соблюдение мероприятий, то, что определяется общим понятием здорового образа жизни, безусловно. То есть, это, если говорить о конкретных упражнениях, ну, по большому счёту, все эти упражнения – это что-то новое. Это, там, допустим, какие-то встречи с новыми ощущениями, там, новые поездки, новые, там, какие-то... Это полезно мозгу? Это полезно, безусловно. Это безусловно, это активирует мозг. Но единственное, что это, естественно, должно быть положительное, желаемое. Желаемое – это не просто, если у человека не было интереса к этому, и это не есть плохо, это свойство отдельной личности, у каждого свои интересы, это не есть ни хорошо, ни плохо. Если у него нет интереса к знакомству, там, новыми... Понятно. А скажите, вот, многозадачность. Я, насколько знаю, что где-то есть исследование, что это вредно для мозга, что это изрушает клетки мозга. Насколько здесь вот... Что вы можете мне здесь сказать? Нет, это нельзя сказать, что это вредно, и что это, в общем-то, обладает таким значительным разрушительным свойством. Здесь, опять же, вопрос в том, что те люди, у которых это есть, и которые это не представляют дискомфортно, в этом нет ничего плохого самому по себе, это возможности мозга. И, опять же, если рассматривать, вот, пример, вот вы говорите в отношении того, что, опять же, в тех мероприятиях, которые можно предпринять здоровому человеку в отношении, ну, так скажем, сохранения, длительного сохранения функции мозга, то есть, опять же, это, допустим, там тоже изучение иностранных языков, да, то есть, опять же, ещё с 50-х годов, можно сказать, вот первые исследования, длительные исследования, десятилетние исследования в отношении того, что люди, которые знают несколько языков, ну, два языка хотя бы, да, то есть, понятно, что все учили языки, все в школе учили, там, высших учебных заведений. Ну, тут качество обучения всё-таки, восприятие информации. Да, да, ну, здесь вопрос именно даже, вот, именно знание языка, в общем-то, да, формируются новые функциональные активные зоны, которые, в принципе, дают возможность мозгу большую устойчивость при повреждениях, а повреждение, в первую очередь, это сосудистый процесс, естественно. Наиболее то, что можно профилактировать, потому что, если говорить о таких заболеваниях нейродегенеративных, как болезнь Айцгеймера, да, то есть, по большому счёту, ну, вот реально говорить, если на сегодняшний день нет возможности предотвратить его, нет возможности остановить течение болезня Айцгеймера. И профилактировать, что ли, нет возможности? Потому что, опять же, нету точных маркеров, разобьётся у человека, там, скажем, через год, через два года это заболевание, это состояние или нет. То есть, допустим, там, опять же, ну, есть маркеры онкопатологии, да, то есть, к примеру, там, опухоза ещё нет. То есть причины, предпосылок, заболевания каких-то общих нет? Ну, теории есть, естественно, теории есть, углубляться, так сказать, это, может, не предмет, беседы, вот, но, в принципе, однозначно, да, известно, что происходит именно в структурном мозге, да, образуются там аномальные белки, там, амилоидные, так называемые, там, амилоиды, там, нейрофембринярные и так далее, это известно, это известно, но почему это образуется, почему изменяется вот эта вот нормальная деятельность организма, сформирование? Ещё раз, и то же самое касательно лечения, вот. А вот то, что, если мы говорим о таком вот вопросе, возвращаясь к первоначальному об улучшении работы мозга здоровых людей, то есть, ещё раз, это, в первую очередь, недопущение, вот то, что реально можно профилактировать, это студистая патология головного мозга. То есть, и это нужно делать уже, да, действительно, это никогда случилось, там, 60, 70, 80, это нужно делать 30-40 лет в предыдущей жизни. Сергей, давайте перечислим всё-таки те полезные, скажем так, упражнения для мозга, чтобы как можно дольше сохранить его нормальную физиологичную функциональность, да? Ну, то есть, это, естественно, то, что мы включаем в здоровый образ жизни, то есть, это, естественно, питание, это занятие физкультуры, это новые эмоции, новые впечатления, но вот эти общеизвестные понятия здорового образа жизни, они обязательно должны включать и возможности, те, которые даёт нам современная медицина. Спасибо. Я благодарю Сергея Александровича за беседу, она получилась очень интересной, я думаю, что мы иногда будем делать программу о работе мозга и в дальнейшем. Да, я думаю, что это наша только первая встреча и первая беседа в рамках эфира по данной программе. Да, всё, благодарю вас за беседу, спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в студии был гость, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Кировского государственного медицинского университета. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вам также.